По данным некоторых СМИ, евангельские христиане-баптисты – вторая по численности после православия христианская конфессия в России. Во все времена ее представителям в нашем городе жилось непросто, а баптистских храмов до развала СССР не строилось. В 80-е годы все 400 верующих собирались в этом здании на улице Красная линия. Конечно, здание не вмещало людей. Мало того, что оно было ветхим, оно еще и было маленьким. Летом жарко, дети иногда даже доходило до таких, что слабые люди, если у кого сердце, и даже в обморок падали. Поэтому мы мечтали и около 10 лет ходатайствовали перед властями города и не только, чтобы нам разрешили строиться. Участок земли на улице Осеева курским баптистам выделили в 89-м году. За строительство места для молитв взялись сами верующие. Многие из них до этого ни разу не держали в руках мастерки и кирпичи, не имели дела с цементом. Для того, чтобы построить храм, мы возили кирпич с Украины. Есть такой город Артемов с Донецкой области, там делают кирпич. Кстати, из такого кирпича больше ни одного здания в Курске не построено. Это уникальный кирпич. И нам нужно было работать, нашим прихожанам работать на этом заводе, чтобы с ними рассчитывались кирпичом. Потому что других путей просто купить не было. Проект будущего храма чертил московский архитектор. Его вдохновил Курский католический костел. Некоторые его элементы мастер воплотил в своей работе. Для строительства сложных элементов храма верующие решили пригласить специалистов. На Украине мы нашли бригаду каменщиков. Полгода мы стояли в очереди на них. В конце концов мы их дождались. Они приехали. И они у нас день поработали. И ночью сбежали. Оставили лишь надпись на кирпиче. Извините, братцы, но мы ваш дом не осилим. Баптисты помолились и сами взялись за работу. Через три года на участке в полгектара появилась церковь Благодать. А возле расположились небольшая гостиница для приезжих и административное здание. Наша церковь Благодать является материнской церковью для других церквей евангельских христиан-баптистов в нашем городе. Потому что 30 лет назад здесь была одна церковь. Сейчас их уже 7, по крайней мере. Не все свое здание имеют, но они, так сказать, отпочковались. Всего в Курской области насчитывается полторы тысячи евангельских христиан-баптистов. 500 из них в приходе церкви Благодать. Каждое воскресенье в 10 и 17 часов они посещают богослужения, играют в ансамблях и поют в хорах. А их дети занимаются в воскресной школе. Зал этого храма далек от привычных представлений о церкви. В передней части, вы видите, вот у нас стулья стоят. Эту часть у нас занимает хор. У нас в церкви два хора. В основном из молодежи они состоят. Один хор около 50, другой около 40 человек. Иногда им подыгрывают на рояле. Его привезли сюда из Щегровского дома культуры. Благодать – единственная баптистская церковь, в которой есть этот инструмент. А вот иконы в этом храме отсутствуют. Верующие говорят, что в Евангелии нет на них указания. Зато есть картины. Копию произведения Поленова «Христос» на берегу Генесаретского озера написал один из диаконов. Иван Александрович Спичак. Вот он однажды нарисовал копию этой картины и подарил ее церкви. Вот она теперь украшает нашу братскую комнату. Мы на нее смотрим и представляем, как это Иисус Христос ходил по Генесаретскому озеру. То есть вот такое. Мы, конечно, ее не целуем, не поклоняемся, не молимся перед ней. Но, тем не менее, уважаем, любуемся. Еще одна особенность – в крещении. Его баптисты принимают в сознательном возрасте, полностью погружаясь в воду во время обряда. Баптисты. Вот баптисты слово многих пугает, потому что непонятно. На самом деле это слово не страшное. Это слово просто греческого происхождения. И оно обозначает в переводе на русский язык крещенное, то есть баптизо – крещу или погружаю. Храм посещают и те, кто пока не принял веру. Это ученики воскресной школы, хористы и участники оркестра. Творческие коллективы этой церкви гастролировали не только по Курской области. Они побывали в Петербурге, Москве, Астрахани, несколько раз ездили в Германию. По воскресеньям и праздникам в церкви не хватает места. Ее служители думают о расширении. В будни здесь тихо и пусто. Но стеклянные двери храма все равно открыты. Ведь главный принцип баптистов – не отгораживаться от людей.